Пасху Иоанн Златоуст, можно сказать, кричит ко всем, кто стоит в храме, и постившиеся, и не постившиеся, и пришедшие в одиннадцатый час, и работавшие от первого часа, ссылаясь на притчу Христа у работников и наградников, о том, что все получают равную награду, все получают столько, сколько трудившиеся всю жизнь. Иоанн Златоуст, приедите, вкусите, трапеза накрыта, телец упитанный, имеется в виду Христос, принесен в жертву, причаститесь всей этой жертвой, этой радости, вкусите победы рая над адом, Христа над адом, у которого вырвано его жало, смерть, через воскресение Христова и наше причастие воскрешему Христу. Поэтому мне кажется, что всем можно причащаться на Пасху, но надо, конечно, готовиться, потому что мы знаем, что можно причаститься себе в осуждение. Из послания к коринфянам апостола Павла мы знаем, что многие даже болеют и умирают, когда недостойно причащаются. Из того же послания мы знаем, что недостойное причастие по слову апостола Павла — это когда человек себя не судит, и когда он не рассуждает о теле Христовом, то есть не размышляет, не созерцает эту великую тайну, и не судит себя, то есть когда он не приносит исповеди покаяния Богу. Если человек живет в тяжком грехе и не кается в этом и не хочет его прекращать, тогда причащаться не надо, конечно. Если человек не соблюдал Великий пост, по слову Иоанна Златоуста, он может причащаться, но надо сказать, что чем больше человек потрудился Великим постом, духовно потрудился, тем шире стало его сердце, и тем больше даров и благодати Божией он может в него принять. Вот это очень важно, это нужно нам. Подготовка к святому причащению, я напомню, это сокрушение сердечное, то есть покаяние, это правильная вера, это отсутствие смертных грехов, это евхаристический пост, то есть буквально пост 12 часов ночи, и это по возможности примирение со всеми, с кем у меня не мир. А пост длительный, чтение правил, это инструменты для того, чтобы приобрести сокрушение сердечное. В разное время эти инструменты могут быть у разных людей разными, но если мы не приобрели через них сокрушение сердечное, то причащаться опасно, потому что действительно можно причаститься в суд и в осуждение о себе, исходя из слов с того апостола Павла. Субтитры создавал DimaTorzok